приветствую вас давайте разберем вопрос который вы задаете ну в первую очередь хочется вас просить следующее вы пишете о том что вас пытаются убедить в обратном вас пытаются убедить в том что профессиональная помощь вам не нужна но вы не пишете о том кто именно пытается вас убедить вы не пишете кто именно пытается вас отговорить от получения помощи и соответственно какие аргументы в пользу того чтобы этого человека слушать например то есть ну вот как то я бы наверное в таком бы ключе вопрос поставил бы дальше вы описываете конечно определенные моменты но диагноз вам никто не будет ставить заочно да то есть если вам и поставят диагноз то только очно поэтому для постановки диагноз вам следует обратиться все таки к врачу психотерапевту либо психиатру вот по месту своего жительства вот там же этот вопрос разбирать да потому что так это будет просто ну профессионально вот чтобы пальцем в небо не тыкать чтобы вам как то вот ну спокойнее было что вот вот что касается ситуации в целом то что я бы сказал здесь я бы сказал что ну на мой взгляд здесь у вас достаточно много такого вот подавленных чувств да достаточно много у вас есть подавленных чувств подавленных подавленных эмоций как мне кажется ну вот у вас есть на мой взгляд достаточно сильная такая потребность в какой то вот защищенности да у вас есть на мой взгляд ну такая вот сильная сильная потребность в том чтобы лучше себя чувствовать то есть вы вот сейчас по факту вы себя практически не чувствуете не чувствуете вот 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 то есть собственно в чем в чем в чем трудности да вот очень много всего подавленного очень много всего вы себе запрещаете возможно поздно и соответственно ну привыкаете постепенно вот к тому что можно вот как то к себе так относиться да то есть ну что можно как то вот к себе относиться таким образом что пренебрегать своими чувствами, пренебрегать своими эмоциями, может быть даже, вот, тогда как это в принципе является, наверное, самым одним из главных моментов, вот, то есть как бы, ну это просто вот то, на что я хочу обратить ваше внимание, да, то есть вы описываете, депрессивное состояние, вот, свое, ну это состояние, вот оно само по себе, не является прям, прям тем, что хотели сразу, ну, идти к врачу, да, вот, ага, но, как бы если это, да, если с этим ничего не делать, вот, то могут быть, ну, могут быть действительно серьезные, серьезные трудности могут быть действительно, вот, поэтому, я думаю, что имеет смысл, конечно же, вам, так, ну, позаботиться о себе, вот, имеет смысл, позаботиться о своих чувствах, вот, поисследовать их, немножко, может быть, может быть, вот, ага, и, значит, соответственно уже, исходя из этого, что-то предпринимать, да, исходя из этого уже, какие-то выводы делать в дальнейшем, или с чего-то, вот, это пользователь средней, или это суды и содержит. Ну, вот, с точки зрения того, что вы описываете, с точки зрения того, что выдаёт, ну, с точки зрения той информации, которую выдаёт нам. Вот, значит, в принципе, наверное, пока что всё. В смысле добавить, да, то есть вы, да, вы описываете достаточно тревожные моменты, ну, безусловно вы описываете тревожные моменты. Вот, безусловно вы описываете, безусловно, такие тревожные аспекты. Вот, но, на мой взгляд, вы не описываете, что это всё началось. То есть, это всё следствие. А причины где? Понимаете, вот, вы не описываете причин. Я думаю, что причины есть. Я более за чем уверен, что причины есть. Просто вы их либо избегаете, да, не называете их, либо, может быть, боитесь. А может быть, может быть, у вас есть некоторое основание не выходить из своего текущего состояния. Это довольно неприятное, я знаю, но такое вполне может быть. Вот, страшного в этом ничего нет, даже если это правда. Чем быстрее, например, чем быстрее вы это признаете, тем лучше и проще будет вам и нам. Вам, потому что вы увидите проблемы, нам будет больше вам помочь. Вот, такая вот история. Совершенно точно, что я могу сказать, да. Совершенно точно могу сказать, что нельзя ситуацию оставлять, вот, такой, какая она есть. Потому что этим вы себе навредите только. То есть нужно в любом случае что-то делать. Нужно в любом случае работать, ну, с собой, да, работать над собой. Вот. Вот. И, тогда обязательно, обязательно будет, ну, будет результат, обязательно. Будет результат. Вот. 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 Если ничего не делать, то от результата, скорее всего, не будет. Так. Вот. 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 вы считаете, что, ну например, ваши родные могут быть правы говоря, что вам, допустим, помощь не нужна, то я бы рекомендовал подумать о том, чего они для вас хотели-хотели бы, то есть вот, что родные хотели-хотели именно для меня. Я думаю, что очень быстро вы придете к такому, знаете, просто мы достаточно решили, вот, я думаю, что очень быстро вы придете к пониманию того, кто кому кто, ну я так думаю, мне так кажется, вот, и соответственно можно будет надеяться на решение проблемы. Вот, ну если вы другой страны, если вы, ну грубо говоря, выбираете, например, следовать тому, что считают ваши родные решения по поводу вас, то, ну, понятное дело, что наши ресурсы здесь ограничены, потому что это ваш выбор. Ну вот, ну вот, то ли это, чего вы хотите за себя, например, да, то ли это вот, что вам нужно, то ли это, чего вы достойны, чего вы заслуживаете, заслуживаете и так далее. Вот, то есть на эти вопросы вам нужно ответить, потому что кроме вас никто этого не сделает. Что касается вот такой общей тенденции, которую вот, ну, можно наблюдать, это вот то, что касается, ну, то, что касается ваших переживаний, ваших чувств, да, определенных, то я бы обратил бы некоторое внимание на обесценивающие тенденции, то есть вот именно на то, как я к себе отношусь, вот, почему я к себе, например, отношусь именно так. Вот, действительно ли это мое отношение к себе или я там, к примеру, просто повторяю, например, да, просто повторяю там чью-то позицию по отношению к себе. Вот, это все такие достаточно важные моменты, на мой взгляд, и соответственно обращать внимание нужно в первую очередь на них. Вот, ну вот, в принципе, то, что я хотел, наверное, вам сказать на этом. Можно, пожалуй, пожалуй, закончить, закончить мой ответ, я надеюсь, что вам это было полезно. Я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю удачи, вот, я надеюсь, что своего специалиста вы их обязательно найдете, и решите все свои трудности и проблемы. Вот, обращайтесь, будем рады вам помочь. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...